Говорить будем про объектно-ориентированное программирование и на примерах. Я хочу немножко сначала узнать, кто вы, поэтому скажите, вы программисты, кто из вас программист, кто пишет код на Java? Замечательно, почти все. Скажите, кто из вас любит писать код на Java? Ага. А скажите, кто из вас любит писать код на Java? Кто из вас зачастую не любит смотреть на тот код, который либо вами написан, либо кем-то еще написан? У кого бывает сильное неприятие того кода, на который вы смотрите, что вы его не любите? Ага. Почти те же люди. Ну почти, не все. Значит, есть те, кто и пишет на Java, и любит писать на Java. Значит, сегодня... Ты мне сравнивай, наш код и чужой. Я говорю про общий код, да, ваш, чужой, любой. Я сейчас буду пытаться рассказать для тех, кто и пишет на Java, и любит писать на Java, но не любит потом читать на Java. Вот в основном для такой аудитории. Будет про объектно-ориентированное программирование, но на примерах. Это впервые я буду делать такой доклад, который будет с реальным программированием. Поэтому я немножко волнуюсь, как это будет происходить. У меня всего два слайда, а потом будет код. Поэтому вы меня немного поддержите, но я постараюсь. Постараюсь быть краток, чтобы потом еще осталось место на вопрос. То есть ты практически вот сейчас будешь первый раз писать код? Да, я сейчас буду первый раз на таком большом экране писать код. Но я попробовал его написать до выступления, прошелся по всем шагам. У меня вроде получилось. Вроде собралось все, даже с Мавиным. И поэтому попробуем еще раз. Значит, сначала краткое вступление, краткая теория. А потом я покажу, как эта теория на практике применяется. Теория гласит следующее. Та теория, которую я пытаюсь привнести. Я пытаюсь сказать, что объектно-ориентированное программирование в его традиционном понимании, в его Java-форме, который мы имеем в Java, это не то OOP, которое должно быть. Я хочу сказать, что Java, так как Java нам преподносит, точнее не Java язык, а те библиотеки и тот софт, который создан на Java, то как он нам преподносит OOP, это категорически неверно. И разница заключается вот в этих двух предложениях. Это что я делаю, либо кто я есть. В правильном понимании OOP, как я его вижу, как я его пытаюсь донести, объект, мы должны работать с объектом и воспринимать объект так, как он должен быть для нас кем-то, а не должен выполнять для нас что-то. То есть в процедурном программировании объект — это какой-то набор данных с прикрепленными к ним процедурами. И мы эти процедуры вызываем, и эти процедуры работают с этими данными. Это традиционное понимание OOP, которое неправильное. В этом случае мы обращаемся с объектом, воспринимаем его как кто-то или что-то, что для нас что-то делает. А правильное понимание — объект — это что-то, что есть для нас кем-то. Это может звучать достаточно теоретично и достаточно философски, но сейчас я покажу на примерах, о чем идет речь. Но еще раз попробуйте, постарайтесь запомнить эту формулу. Объект — это не данные с прикрепленными к ним процедурами или методами. Это не объект, это всего лишь группированные процедуры с прикрепленными к ним данными. Это то, что мы имеем в Java, и то, что не должно быть. А должно быть наоборот. Объект — это должны быть сущности, которые кем-то или чем-то являются. Лучше кем-то, лучше их антропоморфизировать, то есть представлять их как нечто живое, как живых людей. Это некие сущности, которые кем-то для нас являются, и, соответственно, мы можем полагаться на их какие-то свойства. Мы не зовем их и не даем им управление, и говорим, сделай для нас что-то и верни нам результат, как это делается обычно. А наоборот, мы их создаем и дальше полагаемся на их свойства. Вот запомните эту мысль. Я понимаю, что она может быть сейчас звучать не совсем понятно, но я попытаюсь ее рассказать. Пример будет следующий. Я сделал такой фреймворк примерно года полтора назад. Это веб-фреймворк. То есть это фактически аналог Spring или Play или Spark фреймворка. То есть это полноценный Java фреймворк для создания веб-приложений. Тут нет никаких сервлетов, тут нет никакого… Ничего не нужно, нужен просто это чистая Java в чистом виде, никаких дополнительных библиотек к ней не нужно, никаких, опять же, сервлетов, никакого веб-сервера. Это просто в чистой Java мы можем создать веб-приложение. Ну, веб-сайт, на который будут заходить люди и что-то с ним делать. Вот мы сейчас это и попытаемся сделать. Мы создадим этот веб-сайт. Я думаю, нам 15 минут должно хватить, может, 20. А потом посмотрим, как это все, какие у вас будут вопросы. Я буду использовать IntelliJ. И я такой создал небольшой проектик. Начнем мы, поскольку я использую Mavin, начнем мы с POM.xml. Вот я сделал такой POM.xml. Уже сделал для того, чтобы долго мы с вами этого не делали. Вот это весь POM.xml. Значит, начинается он с простых деклараций. Я надеюсь, вы понимаете, что такое POM.xml. Кто с Mavin работает вообще? Все. Значит, объяснение мы пропускаем. У нас три зависимости. Одна это TX. Остальные две. Вот это у нас будет для рендеринга. Я использую Velocity. Я не знаю, знаете ли, что такое Velocity. Довольно такая штука старая. Но для наших задач она подойдет. Для того, чтобы рендерить саму HTML. И JUnit для того, чтобы тестировать. Это все, что нам нужно. Все dependencies. И дальше мы будем компилировать под 1.8. А собирать мы это будем все в один jar файл, который исполняемый и который запускаемый. Это все, что нужно знать. Достаточно нам этого знать. И начнем мы, конечно, с юнит-теста. Как хорошие программисты, мы будем начинать с юнит-теста. Я сейчас буду показывать, как я это буду делать. А вы по ходу попытаетесь понять. Я не буду долго объяснять, что к чему. Просто буду писать. А вы попытаетесь понять, что я делаю. Значит, у нас будет приложение, которое будет делать следующее. Это будет такая веб-страница одна. На ней будет text area, то есть поле для ввода текста. И одна кнопочка сохранить. Мы будем заходить на эту веб-страницу, писать там этот текст. Потом нажимать save. Он будет сохранить это в файл. Потом мы будем смотреть на эту страницу еще и еще. Это все время будет в этом text area содержаться текст, который мы сохранили в файл. Вот и все. То есть достаточно простая задача, которую мы реализуем. И начнем мы с теста. Значит, у нас эта страница будет являться так называемым тейком. В этом фреймворке существует всего три интерфейса базовых. Это тейк так называемый, request и response. То есть у нас есть тейк, который я назвал индекс. Это индексная страница. Вот мы его можем сделать так. Тейк, индекс равняется newindex. Я сделал такой класс, сейчас покажу какой. И этот newindex, это фактически наш класс, который является той самой страницей, на которую мы хотим посмотреть. Объект класса индекс. В этом индексе есть один единственный метод, act. Вот он. В этот act мы должны передать запрос, который к нам пришел из внешнего мира. И он нам вернет ответ. Мы передаем запрос. Для запроса мы возьмем какой-нибудь, у нас есть ряд этих запросов. Вот это тот самый класс response, который у нас… Ага, стоп, секунду, я должен был это все записывать. Секунду. Мне нужно записать это все на screen recording. Так, все, пишем. Да, еще раз, значит, этот самый тейк. Вот мы его создали. Это единственный класс, который у нас пока есть. Это класс индекс. Мы запускаем act и передаем сюда какой-то фейковый реквест. Реквест, фейк. То есть реквест, который в себе особо ничего не содержит. Он как бы http request, но внутри он сделан под фейк. То есть в нем ничего интересного, никакого реальных данных, ни http хедера, никаких хедеров нет, ни body, ничего. И мы получили некий response. Ну такой stub, да, назовем stub, но это класс, который поставляется со всеми остальными классами. RQ означает, что это request. То есть это такой префикс, используем, чтобы показать, что это… И дальше у нас есть response, который мы вернули, в котором есть два метода, body и head. Head это, понятно, набор хедеров http, который он возвращает. И body это, собственно, то содержание, которое вернулось. Body возвращается как input string. Теперь мы попытаемся этот input string превратить его в строку и посмотреть, что же там. То есть назовем его body и будем использовать… Опять же у нас есть такой вспомогательный класс, который нам поможет этот body превратить… Мы можем использовать Apache Utils какие-нибудь для того, чтобы input string превратить текст. Но мы этого делать не будем, сделаем попроще. И мы его отпринтуем, то есть передадим ему на вход этот response. И он нам весь этот body распечатает. Это response. Вот так. Response print. Это вспомогательный класс, который печатает response. И дальше сделаем assert. Я использую humcrest. И мы сделаем body. CoreMatchers contains, допустим, какой-то текст hello. Вот это, в общем-то, наш unit test. Мы создали страницу в этом нашем фреймворке, страницу индекса. Дальше мы ей передали запрос. И дальше мы от нее получили CTP ответ. И смотрим, что в этом ответе, какое у него body, содержит ли оно слово hello. Это unit test. Мы с него стартуем. А дальше мы хотим реализовать этот самый индекс для того, чтобы он, в общем-то, возвращал этот hello. Мы делаем этот класс индекс, который вот так мы его сделаем. Называется final. Начнем отсюда. Final class index implement stake. То есть мы должны эту страницу, которая будет наш представлять, как бы представлять себя на веб, для веба, мы ее от интерфейса take наследуем. В нем единственный метод, один-единственный, который должен принять request и вернуть response, как в unit test. И мы вернем что-нибудь простое. New. Возвращаем этот response, который называется rs, например, текст. И в этом тексте напишем hello world. Я хотел еще, кстати, вас попросить, что если какой-то момент становится непонятно, вы, пожалуйста, скажите мне стоп, и я вернусь назад, и еще раз пройду это. То есть если вы молчите, я предполагаю, что пока понятно, иначе я могу идти дальше. Пожалуйста, меня останавливайте. У нас не так много будет кода, поэтому если вы остановите меня, это будет… Ну или просто ересь какая-то. Да, ну это если я пошел в не ту сторону, да. Вот, в общем-то, все. То есть мы теперь можем… Почему-то у нас здесь красное. Что-то я здесь не то сделал. Ага. Это мы сейчас все уберем. И закомментируем пока. Так, все, вот у меня, в общем-то, есть юнитест, и мы его запускаем, и посмотрим, получится ли он, сработает ли он. Он срабатывает. То есть нас… То есть мы запустили тра-та-та, получили этот body, достали из этого респонса, достали из нашего класса. Он вернул нам респонс, который у нас был. Этот rs-текст, это примитивный такой респонс, который может в себя, он капсулирует в себя этот hello world, и, собственно, себя и печатает, когда у него говорят, кто там у тебя в body, он вращает hello world. То есть это все наше веб-приложение, которое… Вернее, это класс центральный, который… Индекс, который является индексной страницей, пока он может выводить только hello world. Теперь давайте его запустим и сделаем из него веб-систему. Как мы его запустим? Мы сделаем вот такой код. Есть такой класс front basic, ft-basic, в который мы передаем инстанс этого нашего класса созданного, и порт, на котором нужно подняться. То есть мы создаем, можем так сказать, да, мы создаем этот класс, создаем новый инстанс класса front basic. Пока не суть важно, что он внутри делает, ну, вернее, понятно, что он делает. Он, собственно, и есть тот самый сервер, который умеет подкрывать сокеты, слушать сокеты, приходящие запросы преобразовывать в те самые реквесты, которые должны быть отскорблены этому классу индекс. А потом, когда индекс возвращает респонсы, он умеет эти потом респонсы возвращать обратно в сокеты. И, в общем-то, это весь, все наше приложение. Мы его сейчас скомпилируем в Mavin. Sorry, но у меня, да, старая привычка. Иногда я пользуюсь make-ом, да, такое бывает. Вот у нас получился вот этот jar, который я использовал плагин shaded, который мы можем теперь запускать. Java, jar, target, jet. И, в общем-то, все. Запустили. И смотрим, как он поднялся. Hello World. Мы можем много раз. Он на каждый запрос возвращает нам этот Hello World. То есть это все наше веб-приложение. На что я хочу обратить внимание. Ну, сейчас я начну дальше писать. Вы увидите, насколько это будет видно и понятно. Давайте теперь это приложение сделаем несколько сложнее. Нам нужно все-таки на нем увидеть то самое поле для редактирования, куда люди будут, вернее, увидеть что-то, что можно будет, в общем-то, почитать. Для этого давайте этот запрос, который мы возвращаем в индексе, давайте его сделаем не текстовым, а все-таки отрендерим HTML-страничку. Я сделал вот такой вот темплейт на Velocity, который, ну, понятно, что это простейшая HTML-страница, которая имеет в себе вот такую вот вставку. Это такой текст для Substitution, который будет заменен вот этим вот Apache Velocity библиотекой, которую мы запустим, поиспользуем следующим образом. Мы напишем не RS-текст, который примитивный и возвращает всегда Hello World, а мы сделаем Velocity, RS-Velocity, это тоже в составе самого фреймворка идет, который мы сначала укажем, откуда взять нам темплейт из вот этого класса, из этого файла, индекс, html, vm. Вот он, вот этот файл. Он его возьмет из класса пасса. И дальше мы передадим набор таких пар, в которых будет сказано текст заменить на это, это заменить на это, это заменить на то. Например, это сделаем так. Velocity pair, где скажем, что текст, тот самый текст, который должен быть заменен, замени-ка его на Hello World. Вот как-то так. Заменили. Теперь мы можем его опять же в юнит-тесте запустить. И, в общем-то, можем собрать целиком и посмотреть, как это будет выглядеть. Я здесь использую, внутри этого html, использую такой CSS-библиотеку тоже, которую я сделал, которая упростит нам форматирование, упростит нам дизайн, чтобы нам не пришлось сейчас красиво html делать. Есть такая библиотека Tessit, которая упрощает все. То есть мы нигде не используем никакие стили, как вы видите, в html. Это чисто html. А тем не менее результат, который мы сейчас увидим, будет выглядеть неплохо. Останавливаем, набираем. Я делаю такое интеграционное тестирование каждый раз для того, чтобы показать. И смотрим, что у нас получилось. Вот как-то так у нас получилось. У нас уже более-менее симпатичная веб-страница, на которой написано какой-то hey, какое-то приветствие. И дальше Hello World, тот самый, который мы вставили внутрь этого ременда. Вроде все ничего. Теперь проблема следующая. Нам нужен, в общем-то, не Hello World. Да, и давайте еще раз тест проверим. Тест проходит. А мы только что его прогоняли через командную строку. Он и здесь запускается. Теперь нам следующий шаг это, в общем-то, сделать так, чтобы это был все-таки файл. Чтобы это был не Hello World каждый раз, а чтобы это был файл, из которого мы читаем и записываем. Для этого я создал интерфейс документ. Для этого я создал интерфейс документ, который я вот так вот сделаю еще раз, в котором будет два метода. То есть у нас есть некий документ, который представляет собой то, где мы храним тот самый текст. В нем будет два метода. Первый будет называться контент, то есть что у меня есть внутри. И второй будет называться поменяем мне этот контент. Два метода. И давайте мы этот интерфейс заимплементим в таком несложном классе, который будет называться, допустим, infile. Документ, который infile. Опять же, у него эти самые два метода. Мы их имплементируем. Делаем здесь, допустим, какой-то, давайте, private, final, string. Будем в модной Java, private, final, pass. То есть укажем, где он находится и сделаем конструктор, которым этот this pass мы присвоим какому-нибудь temporary. JET, какой-то текстовый файл. То есть я надеюсь, понятно, что я делаю, да? Дальше нам нужно прочитать контент. Мы делаем это так. В последней Java это делается вот как-то так. Read all bytes. И мы делаем this pass. Так. Это мы читаем весь контент. Он хочет exception бросить. Мы добавляем его в signature. И нам нужно проапдейтить контент. В этом случае мы делаем write this pass, запятая, текст. Текст он не хочет, он хочет байты. И опять же мы добавляем exception. Вот это, в общем-то, вся реализация нашего хранилища, нашего документа, с которым будет работать наша страница. Теперь сделать нам нужно следующее. Нам нужно, чтобы вот эта страница index, она из этого документа, мы этот документ создадим в классе в main, в нашем точке входа в программу. Вот здесь мы напишем, что класс у нас, что документ, с которым мы работаем, равняется new document in file. Он создан. Но теперь нам нужен этот документ, чтобы у нас получился такой persistence layer фактически. То есть наш документ это то, где лежат наши данные. О нем должен узнать наша страница index. Поэтому мы ее сюда передаем в конструктор. Мы производим dependency injection, так называемый, но без этих контекстов и контейнеров. Мы прямо внутрь класса index передаем его в конструкторе, то, с кем он работает и на кого он может рассчитывать. Добавляем сюда этот конструктор. Сначала мы делаем final document и добавляем конструктор. Public. Public не нужен. Index. Делаем здесь document doc. Вот как-то так. Теперь, имея у нас инкапсулированный документ, мы здесь вместо hello world мы пишем this document content. Прекрасно. И, в общем-то, мы можем это дело… Здесь это компилируется. По умолчанию в этом файле нет ничего в этом документе, естественно, поскольку там пусто. Ну, для того, чтобы у нас оно все сейчас не упало, мы, наверное, в этот документ сначала что-нибудь запишем. Так, на всякий случай. Сделаем такой апдейт и поставим здесь new content какой-нибудь. То есть сначала мы в него сохраним, потом при запуске он запустится, и нам, по идее, должна эта страница показывать нам это слово new content. Давайте еще раз соберем. И посмотрим. Не собирается конструктор. Ага, потому что он в тесте у нас… В тесте он ожидает, соответственно, здесь какой-то экземпляр. Мы сюда передадим тот же самый, тот же документ in file. Нам не важно, как он. Единственное, что этот тест сейчас не пройдет, потому что мы ничего в этот документ не сохранили. Давайте, чтобы мы тогда не путались, чтобы у нас дважды этого не было. Мы не будем здесь этого делать. Давайте мы этот апдейт сделаем в… Сделаем так, чтобы у нас он сразу при сохранении происходил какой-то не очень хорошая практика, но тем не менее. Кошмар! Ужасно. В конструкторе делать апдейт – это плохо, но на текущий момент это пойдет. Все, не true op. Это не true op, да. Но мы сейчас это исправим. Давайте для… Все равно не хочет. Ага, теперь не хочет, потому что тест не срабатывает. Потому что у нас на выходе получается вот такой контент с текстом empty document, как вы видите. А мы там ожидаем hello world, да. Поэтому мы идем в этот тест и hello заменяем на что-нибудь более общее, что будет всегда. Например, на doc type. То есть мы говорим, что всегда ожидаем этот doc type, поэтому нам контент… Ну, это… Это не очень хорошо. Да, опять же, мы делаем тест слишком слабый. Это бесполезный тест. Бесполезный, да. Но тем не менее… Это сам контент лучше. Можно сделать, да. Правильное замечание из зала. Я сейчас буду негодовать. Правильное замечание из зала. Давайте сделаем поумнее. Действительно. Давайте это вынесем сюда. Давайте сделаем здесь документ. Вот так. Давайте мы документ сделаем у update. Сделаем здесь контент. Сделаем здесь контент. Как-то так. И здесь мы, естественно, ожидаем, что этот контент у нас выведется, поскольку мы его только что в документ записали. Трогично? Давайте его запустим. Вот. Вот это вот. Вот это красиво. Да. Тест проходит. Все у нас правильно. И все слушатели довольны. Давайте соберем. И посмотрим. Собирается. Запускаем. Красиво. МТ документ. И теперь следующий шаг. Давайте сделаем так, чтобы мы этот документ могли обновлять. Для этого мы делаем несколько более уже, так сказать, продвинутых операций. Давайте сначала выведем его. Давайте добавим HTML, для того, чтобы это было красиво. Добавим здесь текст area. Текст area, в котором будет это выводиться. И добавим кнопочку. Во-первых, добавим форму сюда. Форм. Так. Форм закроем. Добавим кнопочку button, которая будет у нас type submit. И вот как-то так. И давайте перекомпилируем и посмотрим, чем это все кончится. По идее, мы сейчас должны увидеть кнопку на экране симпатичную и получить возможность ее нажимать. Правда, что будет происходить после ее нажатия, мы пока не знаем. Вот как-то так у нас получилось. Я теперь могу это редактировать. Кнопочка у меня save. Я нажимаю save, ничего не происходит. Мы все время возвращаемся к empty документам. То есть, что бы я здесь ни писал, понятно, что при каждом рендере мы все равно читаем. То есть, при save ничего не происходит. Save ничего не делает. Давайте сделаем так, чтобы он что-то делал. Как нам это сделать? Для этого нам нужно создать новый класс take, потому что при… давайте даже не от класса take пойдем, а пойдем отсюда. Здесь у нас есть индекс, который на любой запрос, какой бы он ни пришел, вот, например, даже такой пример вам приведу. Вот мы здесь напишем сейчас. Мы все равно попадаем в тот же индекс. То есть, на все запросы, которые приходят из веб-сервера, на любые HTTP-запросы, мы попадаем всегда в одну и ту же страницу. Какие бы здесь параметры ни были, что бы мы здесь не написали, мы все равно попадаем на… Погорячился. Да, а почему? Сайт can be reached, он может не понимает. А, мы остановили его. Empty request. То есть, что-то упало, да, и оно, соответственно, все упало. То есть, по умолчанию сделан этот фреймворк таким, что он, все его классы крайне, так сказать, нестабильны, пока не будет к ним добавлена обвертка, которую я сейчас покажу для того, чтобы их стабилизировать. Это не суть важна. Суть в том, что любой сейчас запрос, get, put, post, на любой URL, он всегда попадает на один и тот же страницу, на одну и тот же take, который называется индекс. Давайте сделаем чуть сложнее и сделаем так называемый forking. Fork – это вилка. Мы сделаем такой класс, он называется fork. Чувствуется, что не успел пообедать. Да, не успел. Значит, и в него вставим вот такую штуку. Смотрите, что я делаю. Посмотрите количество, как я… Помните, да, о том, что я говорил в самом начале выступления. Вот мой код. И, допустим, здесь сделаем… Потому что в методном множестве, потому что можно сделать вот так. Поэтому назвали так класс. То есть мы как бы по всем методам, которые есть вот здесь, по любым из них, то есть этот fork представляет собой такой же take, как и индекс. Он тоже имплементирует, если мы сюда нажмем, мы увидим исходный код его, он тоже имплементирует take. То есть это тоже take, который является веб-страницей. Является веб-страницей, и вот его код. Это весь его код. То есть он, исходя из этих вот вложенных в него этих форков, он принимает решение, куда перебросить, влево или вправо. Здесь мы ему передали всего два варианта. И он проверяет, проходит, принимая запрос, он проходит по ним последовательно и смотрит, какой из них больше подходит. Смотрит, если метод get, то он дальше передает это, делегирует дальше на инкапсулированную страницу по имени индекс. Если метод post, он делегирует на инкапсулированную страницу, которая называется tk-text, tk это for take, и возвращает thank you. Давайте посмотрим, как это заработает. Сейчас, по идее, мы нажимаем post, и мы, по идее, должны увидеть пустую страницу thank you, просто текстовую. То есть это та же страница, это самый fork, который является таким же take, как и этот индекс. При получении запроса он, соответственно, ведет себя несколько иначе. Является take, но ведет себя иначе. Это ключевая фраза в этой демонстрации. Теперь давайте пойдем дальше. Он, на самом деле, ничего не сохраняет. Я понегодую, что… Да, что значит является take, и ведет себя иначе? Вот, да, давайте эту фразу… Сейчас я понегодую. Я единственный адепт true OOP здесь пока что. К концу доклада будут все. То есть ты единственный, кто действительно хочет понять, да? Ну… С микрофоном, да. Хорошо, еще раз эту фразу скажу. Это тоже take, это тоже страница, которая представляет собой страницу. Но его поведение не такое, как поведение, допустим, страницы индекс. То есть он ведет себя иначе. Мы не обращаемся с ним иначе. Мы не даем ему другие задачи. Мы не понимаем даже, что он другой. Вот этот класс, который называется front basic, он не понимает, что он работает с другим take. Он не понимает, что он работает с другой этой страницей. Он так же точно с ней манипулирует, так же точно с ней работает. А ее поведение внутри, ну, тот называемый полиморфизм, а ведет она совершенно иначе. Но он по-прежнему полагается на ее свойства, на ее способность возвращать респонс при получении реквеста. Давайте чуть дальше пройдем. Сделаем так, чтобы мы все-таки эту страницу сохраняли. Это буквально немножко. Давайте сделаем класс, который будет называться save. Первый у нас был индекс, второй был save. И мы должны тоже ему передать документ для того, чтобы он мог сохранить этот документ. Давайте скопируем то, что у нас здесь есть. Develop by copy-paste? Да, это строго by copy-paste. Так, вот у нас есть класс save, который очень похож на индекс, ну, как бы по его определению он тоже имплементирует take. Но делает себя, ведет себя иначе. Во-первых, он возвращать будет всегда текст, которым он будет говорить спасибо. И должен что-то делать, в общем-то, с этим документом. Он должен сказать this.document.update и передать туда этот текст. Для того, чтобы у нас этот текст получить, мы из реквеста, есть такой вспомогательный тоже класс, который из реквеста может нам достать тот параметр, который нам нужен. А он у нас называется там, как он называется? Он у нас здесь называется никак. Давайте ему дадим имя. Назовем его текст. Соответственно, мы здесь достать должны текст. И возьмем его первым. Он возвращает их все возможные, потому что поскольку HTTP может вернуть много параметров по имени текст, может прислать. Ну, в общем-то, и все. То есть мы получаем из приходящей к нам формы, мы получаем текст, берем первый текст, который пришел, который у нас есть в HTTP запросе, сохраняем его в документы, возвращаем спасибо. Но можно взять, будет чуть поприятней. Можем сказать, допустим, чтобы, так сказать, увидеть, что мы действительно что-то сохранили. Мы можем здесь написать, этот текст сделать чуть умнее и написать спасибо, там какое-то количество characters were saved. Для примера. И здесь сделаем тогда вот эту штуку, мы достанем отсюда. Так, и здесь там его сохраняем. Скажем, какая у нас длина строки. Вот, по идее, все должно работать. Этот скомпилировался. Давайте запустим и посмотрим, получилось ли у нас. Выпускаем. Это как бы главная страница. Давайте эту ерунду уберем, будем работать. Даем все документ, мы здесь напишем hello. Нажимаю save, он говорит, пять символов было сохранено. Возвращаемся на индекс. Теперь у нас здесь hello. То есть файл попал hello. То есть понятно, базовую операцию он выполняет. Save me now. Нажимаем save. 11 characters было сохранено. Save me now. Нет, нет, нет. Здесь все красиво. Save me now остается. То есть он реально сохраняет файл. Он реально сохраняет файл. Он работает с тем же persistence layer. У нас persistence layer один раз создается на все приложение. При старте его, при старте main. Это один instance класса этого интерфейса документ. И, соответственно, два этих тейка с ним работают. Один для чтения, другой для записи. Каждый из них его инкапсулирует. Все прекрасно. Теперь возникает вопрос. Давайте пойдем чуть-чуть это усложним. Во-первых, давайте избежим вот этой ерунды, которую мы сюда вводим. Например, мы сюда вводим robots.txt. Вы знаете, что это такое. А он нам возвращает, вообще ничего не возвращает. Он вообще падает. Потому что он пишет пустой запрос или что-то там происходит вот здесь. Да, empty request. Это вообще ошибка, которую мы тоже сейчас устраним. Но давайте сначала сделаем, чтобы robots.txt у нас txt возвращал там пустой документ, например. Для этого мы сделаем следующее. Вот такой у нас есть еще форк, по которому мы можем сказать, что если к нам пришел robots.txt, то вернуть контент вот такой. А если к нам пришел, я не знаю, какой-нибудь там hello, то вернуть hello. То есть мы в этот форк инкапсулируем разные варианты, по которым он сам пройдет для того, чтобы себя, соответственно, показать. Давайте еще раз соберем и посмотрим. Еще раз. Еще раз смотрим. Пока, да, микрофон несут. Давайте попробуем robots.txt. Ура. Нас их работает. То есть мы можем таким образом их тут делать много и добавлять много. Теперь идем немножко в более интересную, в более интересную сферу. Вопрос можно? Быстрый такой. А форк от regex может принимать параметр в виде имени метода? Get, под, пуст. Нет, regex работает только на URL, на query, на запросе на тот путь. Хорошо, а если я хочу переопределить get, допустим, у меня будет URL, да. А, да, я понимаю вопрос. То есть сейчас у нас если сделать пост на robots, тоже возвращается результат. А мы хотим, чтобы только get и на robots произошло. Хороший вопрос. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы делаем следующим образом. У нас есть на get. Мы делаем вот так. В случае get мы делаем new новый fork. Сейчас увидите. Вот так. То есть у нас происходит, и заметьте, вот эта цепочка операторов new. New, 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 new. То есть мы не даем инструкции нашим объектам, не говорим им, что они для нас должны сделать, а мы строим объект таким образом, чтобы видно было, кто он для нас. То есть кто для нас вот это все целиком, вот вся эта конструкция. Эта вся конструкция для нас является одним take'ом с инкапсулированными свойствами. У него он ведет себя как take, но поскольку он такой сложный, поскольку он так сложно создан, так сложно сконструирован, ну как сложно, в нем внутри он инкапсулирует целое дерево объекта, целую матрешку объекта. Соответственно, его поведение иное. Но тот способ, с которым мы с ним коммуницируем, он остался прежним. То есть мы на него полагаемся по-прежнему. Он для нас по-прежнему является той самой страницей, которую мы можем создать и которую мы можем отобразить в HTML. И такого вложения может быть дальше и дальше. Теперь покажу немножко больше, как можно, например, здесь сделать вот этот ft-basic. Это frontend, а бывает еще ft от frontend, а еще бывает backend. То есть frontend он открывает сокет, слушает на входящие сокеты, которые к нам приходят по HTTP-запросу. Это, в общем-то, они все приходят через открытые сокеты. И у него есть backend, через который он делает dispatch этих, фактически отдает backend эти запросы и от backend получает ответы. То есть на самом деле это должно выглядеть так, backend basic, вот так. Это backend basic заворачивает в себя тейк. То есть мы делаем этот frontend basic, получает себе как параметр backend basic, базовый backend. Базовый frontend, базовый backend, а внутри этого backend уже завернут наш тейк. И теперь мы хотим, например, чтобы наше приложение работало с… Это все на одном среде сейчас пока. То есть все приложение односредовое. Всегда в одном потоке все. Если на него нагрузить трафик, то все запросы будут обрабатываться через только один поток. Соответственно, этого мало. Мы хотим, чтобы обрабатывался в многих потоках. Мы делаем вот так. Теперь у нас это обрабатывается в 10 потоках. То есть это по-прежнему тот же самый backend. Он является backend для frontend. Для frontend basic это тоже параметр backend. Только теперь он становится сложнее. Он становится теперь уже таким backend, который в параллельных запросах работает, обращаясь к инкапсулированному в него backend. Заметьте, что все наше приложение – это один большой объект. Все наше приложение, пока я еще ничего ему не сказал, приложение запускается только вот здесь. Вот это точка старта приложения. Пока я этот старт не вызвал, все это всего лишь конструкция объекта идет. Мы конструируем. Мы делаем new index, мы делаем new save, мы делаем new, new, new. Мы все время делаем, конструируем, конструируем большой-большой объект, который потом при точке старта, когда мы ему передаем управление, он начинает выполняться. И величина этой матрешки может быть очень большая. Допустим, мы можем сюда еще добавить такой backend, который называется save, который будет предотвращать ситуацию, которую мы видели, когда приложение крэшится, когда в одном из потоков в него приходит там http-запрос неполный, например, с пустым контентом, так бывает. То он не должен валиться, он должен все равно продолжать выполняться, и exception должен проглатываться. Вот мы добавили еще один такой декоратор. То есть мы его декорируем и декорируем. Обратите внимание на эту последовательность операторов new. То есть они идут вот так вот по цепочке, по такой лесенке, создавая такую большую композицию из объекта. Другой пример в другом месте, где можем эту композицию создать. Допустим, здесь вот у нас есть запрос request этот velocity, response velocity, который строит, который опять же строит объект. Вот это место вот здесь, оно неправильное. На мой взгляд, оно не объектно ориентированное. Вот здесь, когда мы вызываем документ.контент, это фактически мы и делаем то, о чем я говорил, то, против чего я выступаю. Мы говорим документу, что сделать. Мы ему говорим, дай-ка нам свой контент. И это не очень хорошо, это плохо. Вместо этого мы должны сделать как-то так. Мы должны сделать так. Мы должны передать сюда этот документ, а вот этот вот velocity pair внутри, когда придет время. Потому что, вот смотрите, что происходит. Когда я делаю вот так, то вызов этого метода, контент, произойдет в момент, когда пришел вызов метода act. То есть как только act вызван, соответственно, сразу будет построен объект класса rs-velocity и сразу же будет получен, сразу будет обращение к файловой системе. Мы сразу прочитаем из этого документа, вычитаем этот текст, который там находится. А это нехорошо. Вместо этого мы должны сделать, построить весь объект ответа, респонса, вернуть его. И только когда кому-то придет время позже попытаться его, наконец, напечатать, то есть наконец из него достать body, только в тот момент должно произойти чтение контента из документа. Должен быть такой всегда лейзи подход, абсолютно лейзи. Все реальное управление данными, управление ситуацией должно происходить в последней точке, в конце. И поэтому вот этот код, он некрасивый. Лучше сделать не так, лучше сделать вот так. И тогда этот velocity pair, он использует toString здесь. Если мы посмотрим его конструктор, то мы увидим, что в нем всего вот такая вот у него signature. То есть он на входе ждет ключ, а вторым параметром ждет объект. И, соответственно, этот объект потом, позже, когда ему нужно будет это значение преобразовать в поток, он из этого объекта достанет, где-то здесь я сейчас покажу, он из него возьмет toString. Из этого объекта он сделает где-то здесь. Сейчас я что-то не вижу. А может быть даже это сделает сам velocity. То есть это все произойдет в момент рендеринга, короче. Суть в следующем, что мы для того, чтобы это сделать лучше, мы должны здесь, опять же, это немножко, так сказать, некрасиво со стороны джавы, но мы это сделаем так. Мы переопределим метод toString. Вот. И теперь у нас, правда, exception, он его не хочет, поэтому мы сделаем так. И бросим exception. Так. И теперь у нас стало красивее. Теперь у нас нет здесь, мы здесь теперь полностью декларативны. Не императивны, а декларативны. То есть у нас этот объект, который мы возвращаем, ну осталась еще одна императивная часть, это вот это. То есть здесь мы тоже производим вызов этого метода getResourcesStream. И мы императивно, то есть говорим, что сделать прямо здесь и сейчас. Вместо этого было бы правильней сделать что-то в этом духе. Ну у нас такого нет возможности, можно создать такой класс, но его пока нет. Что-то типа такого. Ресурс sStream. Который бы, который бы инкапсулировал путь, где брать. И вот как-то так он должен был выглядеть. И теперь мы опять получаем красивую структуру. New, 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 new. Мы только делаем композицию объекта, возвращаем его, а как с ним будут работать и как его будут использовать, как на него свойства будут полагаться и их использовать, будет уже решать тот, кто его, тот, кто позже его получит. Но у нас нет такого класса, поэтому мы так делать не будем. Это вот недостаток Java, потому что они вместо того, чтобы делать объектно-ориентированно, они сделали такой статический метод. Я не ошибусь, если скажу, что это не статический метод, но тем не менее. Он как бы, это метод, который мы должны вызывать вместо того, чтобы иметь класс, который ведет себя как стрим. То есть мы должны вместо того, чтобы вызвать и сказать, дайте нам стрим, мы должны создать класс, создать объект точнее, который ведет себя так же, как стрим. Вот так правильно. Всегда нужно, так в моем понимании, в OOP мы должны всегда создавать объекты, которые ведут себя определенным образом, а не говорить объектам, что им сделать, доставать из них данные, а потом с этими данными манипулировать. Вот в этом случае у нас все красиво, вот здесь все выглядит. Мы создаем объект, который ведет себя, как обычный тейк. Вот эта вся конструкция ведет себя, как обычный тейк, а вот эта вся конструкция ведет себя, как обычный бэкэнд. Мы не говорим ему в этот момент, что сделать, мы просто его создаем, а он дальше свое поведение нам показывает. Вот, в общем-то, что я хотел показать. Еще, может быть, одну секунду. Да, я думаю, что это все. Вот это я хотел продемонстрировать. Что вы про это думаете? Да. Андрей, подожди. Скажите, а что, если вот все эти new заменить угловыми скобками? Ну, то есть, как бы это все похоже на какое-то декларативное вот программирование? Это похоже на функциональное программирование, очень, да. Знаете, похоже на XML? Это похоже на Lisp, это похоже, ну, на XML может быть, но это очень похоже на Lisp. Если все это заменить угловыми скобками в setting new, это похоже на такой XML структурированный. Да, если мы сделаем вот так, то это будет похоже очень на Lisp. Видите? Кто Lisp понимает, тот поймет, о чем идет речь. Это похоже на Closure, на Lisp, то есть на функциональное программирование. Действительно, это так. Действительно, если слово в скобки переставить местами, то мы получим фактически функциональное программирование. И это хорошо, потому что и функциональное программирование, и объектно ориентированное, они оба декларативные. Это оба декларативные программирования, не императивные. Есть большая разница, кто знает эти два слова, императивное и декларативное. Ага, тогда я объясню. Декларативное программирование – это когда мы объясняем, что мы хотим получить, мы объясняем, как должен для нас выглядеть конечный результат. Вот возьмите, допустим, POM XML, это декларативный язык. Мы в этом POM XML говорим, что наш результат выглядит как build, который собран из таких-то dependencies. Это декларация наших намерений. А есть императивное программирование, когда мы говорим, допустим, Gradle тот же, тот build-система, в котором мы говорим, запусти это, запусти это, возьми такой dependency, запусти такие юнит-тесты. Это императивное программирование. На мой взгляд, и, в общем-то, это, я думаю, общеизвестно, декларативное, оно удобнее, и оно понятнее, и оно более поддерживаемое, чем императивное. Assembler – это императивный язык, потому что там всегда мы идем сверху вниз, последовательно объясняя процессору, компьютеру, что ему нужно сделать. А, допустим, SQL – это декларативный язык. Мы в нем говорим, нам нужна выборка из таких вот двух таблиц. Мы не говорим ему, как пройти по таблице, там, for each, там, по пунктам, и собрать эти элементы. Мы просто говорим, результат должен выглядеть как список всех юзеров в нашей базе данных. Все, делай. Вот это разница в этом. И поэтому тут правильное замечание. Да, действительно, это выглядит очень декларативно, и так это должно выглядеть. Я так считаю, что ООП правильное должно выглядеть декларативно, а не императивно. Потому что вот это, вот это две строки подряд, это императивно. Сначала мы сделали документ, а потом мы что-то делаем другое. Вот это строго императивное программирование. Вот этот код, он императивный. Мы по порядку выполняем инструкции. Сделай нам документ, сохрани контент, сохрани контент в документ. Теперь сделай нам новый документ. Теперь отправь этот запрос туда. А теперь возьми этот запрос и отпринтуй его. А теперь сравни их. Это 100% императив. Еще такой маленький вопрос. Вот если брать абстракцию, то есть у вас декларативное программирование на уровне, декларация идет на уровне входных точек, а если что-то надо, уже реально какая-то логика или алгоритм, уже идет императивное на уровне каких-то сервисов, утилит, на низких уровнях. Да, да, ну именно так. Действительно, это так и есть. Действительно, мы можем, опять же, это недостаток, недостатки джавы, на мой взгляд, потому что мы только можем на таком высоком уровне пока делать декларативно все, а когда мы попадаем, допустим, вот сюда, в класс сейв, то у нас, оп, опять мы в мир императива попадаем. Подряд три инструкции идут. Одна, вторая, третья. Сделай это, сделай это, сделай это. Это не очень хорошо. Это, ну это вот, это как бы в этом случае мы это делаем, но это мы уходим от ООП обратно в C, в Assembler, в Basic и так далее. И чем больше у нас такого, тем коду хуже. И чем больше у нас просто декларации объектов и их конструкций, тем код становится понятнее и читабельнее. Да. Вот мы начали, получается, раскрывать тему схожести с функциональным. Действительно, все выглядит очень похоже. Единственное различие, которое я вижу, да, это то, что из ООП мы взяли только полиморфизм, причем что могли бы взять его аналог из функциональных, то есть по типу входных параметров и по типу ответа, да, все это различать. А это же те же функции, да, но у которых просто предзадан, грубо говоря, сигнатура. Да, именно. А тогда зачем это, тогда почему это называется объект? ООП, да, ООП очень близко к функциональному программированию, на мой взгляд. Такое вот ООП, такое чистое, как я его понимаю. Но ООП мощнее, чем функциональное программирование, потому что функционально мы не можем сохранять стейт. Функционально это всего лишь функции, ну это функции, не всего лишь, это функции, которые выполняются, но у них нет стейта. А в объектном мы можем сохранить внутри объекта, мы можем инкомсулировать объект. Вот он, например, здесь. Вот этого нет в функциональном программировании. А это делает ООП мощнее, на мой взгляд, мощнее, чем функциональное программирование. Неизменяемый стоит вполне может быть, разве нет? У функции? Да. Но надо его передавать как параметр. Ну да, когда создает функцию. Ну да, то есть мы каждый раз должны будем передавать как параметр. А в ООП мы сначала в конструктор его инкапсулируем, а потом при вызове мы же его здесь не повторяем. То есть ООП, оно компактнее и дает больше, на мой взгляд, оно более интуитивно, понятнее человеку, чем функциональное. Функциональное оно больше для таких, для программистов, для таких уже серьезных программистов, у которых голова именно программирует. А ООП это, в ООП легко мыслить на языке бизнеса. Потому что я создал страницу индекс, я понимаю, что такое индекс. Индекс это действительно индекс, это действительно страница на веб-сайте. И действительно эта страница индекс имеет одну единственную точку входа. И она все, что умеет, это трансформирует request в response. И она в себя что-то инкапсулирует. В данном случае она инкапсулирует только документы. Она может инкапсулировать массу всего чего-то другого. То есть иметь какие-то еще инкапсулированные свойства. Но это очень близко к функциональной программированию. Да, действительно, это выглядит как функциональное программирование. Но они близки, потому что они декларативные оба. Правильное ООП, о котором я говорю, и функциональное программирование. Ага, и еще тогда вот маленький вопрос, можно вернуться на main. Так, получается в backend parallel у нас какой-то пул живет внутри. Да, пул средов, да. То есть это получается единственное исключение из… То есть это единственная не функция, которую здесь можно увидеть. Потому что если мы его возьмем и начнем использовать в разных backend, то мы получим совершенно один и тот же инстанс backend parallel. Нет, но он в разных… У нас один backend всего, вот он, bk-save, и в нем этот bk-parallel. Да, если мы… Да, в данном случае он в одном используется. Но если бы это была действительно функция, то мы бы могли его в любых других сколько угодно раз переиспользовать и иметь тот же самый результат. А здесь у нас получается он внутри все-таки за счет того, что… Он имеет свой state, безусловно, он имеет state. Да, он имеет меняющийся. Да, но если мы хотим его переиспользовать, нам нужно его instance переиспользовать. Мы можем его вынести наружу, этот bk-parallel, например, вот как-то так. Назвать его здесь, допустим, back этот самый. И вот так его сюда. И здесь его написать back. И дальше этот back мы можем его использовать в другом месте еще раз. И посмотрите, какая еще штука здесь. Когда мы работаем таким образом через декораторы, когда мы все время расширяем функционал наших классов через декорацию. То есть смотрите, какой функционал. Здесь нам нужно было, как вот вопрос задавали, а если мы хотим под запрос get иметь вот такое ветвление, а под запрос put мы хотим другое ветвление. И я это делаю не через конфигурирование классов, не через set в них чего-то, не через тренировку их и передачу им больше информации, как это традиционно делается, когда мы создаем класс, а потом у него куча конфигураторов, куча конфигураций, которые мы можем в него проинжектить. И мы его нашпиговываем этими конфигурациями. Set, 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 set. В итоге он становится большой и умный. В данном случае у меня все это программирование делается из маленьких immutable классов. Этот весь фреймворк, все эти классы, они все immutable. То есть они все имеют, все, что они инкапсулируют, всегда final. Во всем фреймворке, там больше 300 классов, там нет ни одного свойства, которое бы были не final. И все эти классы очень маленькие. Вот посмотрите на любой из них, допустим, тот же самый параллел. Вот мы его откроем. Смотрите на его размер. Это весь класс параллел. То есть он маленький. И в нем большую часть текста занимают конструкторы. Раз конструктор, два конструктор, три конструктор. И дальше, собственно, идет еще какой-то вспомогательный сред, который, собственно, выполняет, ну, делает среды эти, поименует их. Это параллель, который делает, распараллеливает запросы. Или, допустим, посмотрим класс tk-fork. Опять же, посмотрите его размер. Сначала мы инкапсулируем список этих форков, потом раз конструктор, два конструктора, три конструктора. И вот, собственно, весь код. Четыре строки. То есть поддержка такого класса, его редактирование, это крайне простая задача. Или, допустим, fk-regex. Посмотрите на его код. Посмотрите, как он устроен. Раз инкапсуляция, два. Это два property мы инкапсулируем. Раз конструктор, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь конструкторов и вот это кусок кода. Все. Вот это весь код, который, собственно, выполняет всю задачу. То есть мне, чтобы этот класс поддерживать, я его открываю, и я за две минуты понимаю… Да, хороший вопрос. Я считаю, что, опять же, в правильном ООП конструкторов должно быть много, как можно больше. Чем больше в классе конструкторов, тем лучше. И методов как можно меньше. То есть один, два метода и пять, семь, десять, пятнадцать, сорок конструкторов. Вот если следовать этому правилу, то объекты будут компактные, маленькие и легко поддерживаемые. Конструктор, я, кстати, про это у меня целая глава есть в моей книжке. Я вам сейчас ее прорекламирую, поскольку мы уже к концу движемся. У меня вот такая вот книжка есть, которую я написал. Вышла она три месяца назад, я ее покажу. Она называется Elegant Objects, и она суммирует, в общем-то, всю ту информацию, которую я здесь рассказывал, и мое понимание объектно-ориентированного программирования. И вот там сказано, что там это правило изложено, что в конструкторов должно быть много, методов должно быть мало. И таким образом объекты получаются маленькие по размеру, что очень хорошо, классы маленькие получаются, и очень удобные для использования. Чем больше у нас конструкторов, тем удобнее использовать наш класс. Потому что в таком случае мы со стороны, с внешнего мира, мы можем его использовать разными видами. Покажу пример, почему, и потом вернусь к вопросу про Builder. Почему это удобнее? Ну, например, здесь. Вот смотрим. У нас есть FK RegEx, у которого сколько там конструкторов? Девять штук, да? Девять разных конструкторов у этого класса RegEx. Вот, например, мы здесь пишем. Смотрите. Вот один здесь конструктор используется, где мы передаем ему путь, а потом говорим, какой take, на какой take это сделает forward. А здесь мы передаем вместо take, мы передаем nothing. Что такое nothing? Это на самом деле, что происходит на самом деле? Происходит вот такая штука. То есть технически он сам, у него есть конструктор, который принимает string и заворачивает, передает этот дальше другому конструктору, заворачивая наш текст в конструктор другого класса. Мы можем здесь передать вместо nothing, мы можем передать какие-то там еще есть у нас варианты. Мы можем передать take, мы можем сразу передать response сюда. То есть даже не nothing сюда передавать, а передадим, допустим, rs, response, который возвращает JSON. Вот, например, так. То есть мы передали, чего он тут хочет? Конструктор, can't resolve constructor rs, json. Почему? json structure, source, response. То есть мы здесь делаем так, rs. Вот мы передаем сюда json. То есть мы сразу response передали. То есть нам количество конструкторов, как бы большое количество конструкторов в одном классе дает нам возможность по-разному его создать, по-разному его делать instance из этого класса, разными способами. Но когда мы уже сделали instance, когда у нас уже есть объект, то дальше с ним мы хотим работать всего лишь через один, два, максимум три метода. То есть нам нужно, чтобы этот объект выдавал нам во внешний мир такое количество небольшое свойств своих, которые мы можем через всего несколько методов получить, чтобы нам было удобно его встраивать, удобно его расширять, удобно писать для него эти декораторы, удобно его, от него экстендиться, удобно его расширять. То есть два удобства. Первое удобство использования, второе удобство reuse и encapsulation, вернее его вложения в другие объекты. То есть свойств у объекта должно быть мало, один-два метода, лучше идеально вообще один метод. Вот как у меня здесь. У меня request имеет два метода, response два метода, и take имеет один метод. Вот во всем фреймворке фактически пять методов, на которых все построено. Так сказать, базовая операция. Теперь вопрос к билдеру. Почему не использовать билдер? Почему иметь такое большое количество конструкторов? Я думаю, что билдер, в принципе, это такой паттерн, который лучше не использовать, потому что он провоцирует нас на создание больших объектов, на больших классах. То есть билдеры нужны тогда, когда объект много инкапсулировать, когда в классе много private properties. И тогда нужен билдер, который нам поможет вызывая… Знаете, что такое билдер, да? Когда мы паттерн билдер, когда мы вызываем… Сначала создаем объект, а потом вызываем на нем методы, которые его как бы фаршируют данными. Это плохая идея, в принципе. Должно быть конструкторов много, но в каждом конструкторе всего несколько параметров. То есть если в конструкторе больше, чем три параметра, значит, это тоже серьезная проблема с конструктором. То есть конструктора должно быть по количеству большое, если можно десятки, потому что это делает объект удобным для использования. Количество параметров в каждом конструкторе до трех, и количество методов до трех – это точно. Такая философия, такие цифры.